Чувашии 95 Серьезный предметный разговор состоялся в рамках 8-го Чебоксарского экономического форума на регионах, их возможностям и задачам в условиях, когда во главу угла ставится импортозамещение. Среди тем – механизмы стимулирования предпринимательской активности, источники финансирования и меры поддержки индустриальных парков, оценка регионального инвестиционного климата. К форуму очень кстати подоспели результаты национального рейтинга, согласно которому Чувашия в десятки регионов с самым благоприятным инвест-климатом. Чувашская республика, как известно, имеет очень высокие рейтинги, как регион с очевидной инвестиционной привлекательностью, как регион с очень благоприятным предпринимательским климатом. Здесь в руководственном республике делается все, на мой взгляд, необходимое для того, чтобы экономика развивалась, а вместе с Чувашской экономикой развивалась экономика национальная. Михаил Васильевич Игнатьев создал дееспособную команду, которая работает мощно, она видна на общероссийском фоне. Кроме того, рейтинговое агентство «Эксперт РАП» подтвердило рейтинг кредитоспособности Чувашии по национальной шкале на уровне А+. Рейтинг уровня А+, по нашей шкале самый высокий, А++ – это страновой потолок, поэтому А+, это очень высокий рейтинг. Прежде всего, это очень аккуратная бюджетная политика, то есть правительство не занимает больше, чем оно может отдать. На форуме был презентован логотип республики и подписан ряд соглашений о сотрудничестве между Кабинетом министров Чувашия и Агентством кредитных гарантий, Ассоциацией русских и турецких предпринимателей. Расширение научно-технических, торгово-экономических и культурных связей договорились с Республикой Беларусь. Весной этого года с официальным визитом в Беларуси побывал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Тогда речь шла о налаживании сотрудничества в области сельского хозяйства, электротехнической отрасли, химической промышленности. Во время ответного визита гости посетили несколько чуваксарских предприятий, провели бизнес-консультации. Конечно, переживаем мы довольно сложные времена. В целом, если посмотреть по торговле, например, Республики Беларусь Российской Федерацией, у нас произошло снижение, по сути дела, вот за начало этого года, за первые четыре месяца, снизился торговый оборот на треть. Это же и касается, по сути, вот и по Волжье, Приволжского федерального округа. Но, отрадно, что отметить, что все-таки с Чувашской Республикой, вот по данным нашей статистики, у нас торговый оборот практически не изменился. Беларусь не единственное государство и субъект России, которое нацелено на сотрудничество с Чувашием. Все, кто заинтересован в продвижении своей продукции, новых контактах и контрактах, ежегодно стараются стать участниками выставки региона сотрудничества без границ. Это не робот, это роботизированный комплекс лазерной сварки. Наш партнер технологический из города Фрязино производит лазеры. Каждый четвертый лазер в мире производится у нас в России, в городе Фрязино. Что позволяет этот комплекс? Он позволяет увеличить сварку, скорость сварки до 10 метров в минуту. В общей сложности в выставке приняли участие около 200 организаций, предприятий, ведомств из 25 регионов России, из Республики Беларусь, Азербайджана, Турции, Японии, Италии, Великобритании, Норвегии, Израиля и других государств. Заключен ряд контрактов и соглашений между чувашскими предприятиями и зарубежными партнерами. Еще одна экспозиция развернулась под открытым небом в Канажском районе. В этом году муниципалитет победил в конкурсе на право принимать у себя главный праздник республики. Специализированная выставка «День поля» проводится уже много лет, но каждый раз организаторы стараются чем-то удивить. Сельскохозяйственная техника, средства ухода и защиты растений, технологии выращивания стремительно совершенствуются, и чувашские аграрии идут в ногу со временем. Однако и традиционные технологии здесь не забыты, хотя, конечно, из повседневной практики они перешли в разряд зрелищных мероприятий. Конкурс «Косарей» – состязание для тех, кто воспринимает землю как кормилицу, относится к ней с любовью и заботой. Кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает. С самого утра на стадионе деревни Асхвае яблоку негде было упасть. Давно такого праздника у нас на территории Канадского района не было. Я думаю, весь нас, жители Канадского района, очень благодарны решению нашего правительства. В День Республики по традиции наградили тех, кто вносит большой вклад в развитие района. Это земледельцы, учителя, врачи, работники культуры. Они не привыкли стоять на сцене, им привычнее заниматься любимым делом – растить урожай, воспитывать детей, помогать пожилым людям. Это призвание, говорит Михаил Игнатьев, и по-настоящему ценный дар. Вы любите свою землю, вы любите друг друга, в мире и согласии живете с соседями. Низкий вам за это поклон, потому что облик Канадского района поднялся на другой уровень, изменился в лучшую сторону. Канадцы находятся на федеральной трассе, тем самым вы привлекаете внимание наших гостей. Многие будут останавливаться, многие будут оставлять свои финансовые средства для развития экономики Канадского района. Активно реализуется в Канадском районе программа поддержки начинающих фермеров. Гранты на создание и развитие своих хозяйств в более чем миллион рублей получили два фермера. Благодаря социальным выплатам улучшат свои жилищные условия еще несколько человек. Удостоверение ветеранов труда на праздники вручала депутат Госдумы Алена Аршинова. Трудится в общей команде, в команде республики. И те результаты, к которым мы приходим, это наши общие результаты. К каким результатам, без сомнения, стоит отнести несколько объектов, открытие которых было по традиции приурочено к Дню Республики. Новый газопровод, проложенный под Чебоксарским заливом, обеспечил голубым топливом почти 50 тысяч жителей, 15 социально-бытовых объектов и открыл дополнительные возможности для строительства и развития бизнеса. Цель – обеспечить бесперебойным сложением газом четвертый микрорайон города. Для этого мы используем современнейшее оборудование, итальянское Роветти, для того, чтобы подсоединить новую сеть, не отключая потребителей. Раньше такие работы мы делать не могли, не было оборудования. Но с недавнего времени это оборудование силами нашей организации было закуплено. И по всей республике мы такие резкие производим. Чувашия вошла в число регионов, где газификация осуществляется на средства «Газпрома» при участии акционерного общества. На территории республики построены многие социально значимые объекты. В частности, по программе «Газпром детям» введено в строй 5 многофункциональных спортивных площадок. Инвестировано 250 миллионов рублей в строительство многофункционального ледового дворца Чебоксары-арена. В 2015 году будет введен еще один объект – газопровод высокого давления в Новочебоксарске. Завершится разработка проектно-сметной документации газопровода в Заволжи. Это создаст дополнительные условия для быстрого экономического развития территории. В День республики в Чебоксарах заложили индустриальный парк. Власти финансируют строительство необходимой инфраструктуры, резиденты вкладывают собственные средства в создание производств. В итоге – занятость населения, новые рабочие места, развитие экономики в целом и малого бизнеса в частности. Участок площадью 23 гектара уже оснащен необходимой инфраструктурой для обеспечения производственной деятельности. Адрес технопарка – проспект тракторостроителей. Открытие индустриального парка большое значение имеет для города. Во-первых, для экономики города. Мы говорим, что инновационные предприятия, те предприятия, чья продукция будет востребована в дальнейшем, как раз здесь будут открываться индустриальные парки. Дополнительный офис многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Калининском районе уже строится. В праздник здесь состоялась символическая закладка первого камня. Я рад, что в сегодняшний день заложили фундамент многофункционального центра, который доступен для нашего Новоюжного района. Я думаю, что многофункциональный центр доступен для всех. Принцип одного окна намного облегчает жизнь наших граждан. Уже к концу этого года здесь заработают 32 окна. Кстати, сегодня в республике действует 27 МФЦ. Электронными услугами пользуются почти 70% жителей. Еще одним отелем в Чувашии стало больше. В Чебоксарах состоялось торжественное открытие гостиницы и беспостроенные в рекордно короткие сроки. Бренд зарегистрирован в 59 странах и насчитывает более тысячи отелей в мире. Я хочу вас поблагодарить за это рекордное открытие. В истории нашей компании никто не сумел открывать так быстро. Поэтому один из словов вам. Еще такая гостиница. Уважаемые гости, вам покажут гостиницу, и вы убедитесь в качестве ИБИСа. Это прорыв для города и мигаленцам нашему сотрудничеству. Как отмечают инвесторы, появление отеля известного международного бренда показатель экономической стабильности Чувашии. Это событие выводит в сферу гостиничного обслуживания республики на качественно новый уровень. Еще одним подарком в 95-летию республики стало открытие музея Чувашской вышивки. На протяжении многих веков лучшие мастера писали историю нашего края с помощью узоров и орнаментов. Коллекция собиралась много лет. Экспозиция одного из залов посвящена истории развития Чувашской вышивки с древнейших времен. Здесь собраны уникальные украшения и народные костюмы. В другом зале – современные технологии этого удивительного искусства. Говорят, что узоры Чувашской вышивки можно переложить на ноты «Получится мелодия». Возможно, именно так подбирали свой репертуар участники Всечувашского коту и объединившего национальные коллективы из разных уголков страны. Мы привозим сюда в основном молодежь, чтобы они увидели свою родину. Впечатления небольшие остались на будущем. Вообще великолепно. Нам очень понравилось. Но впечатления невозможно высказать. Душа прямо летает. Древние традиции, обряды, подворья с национальными угощениями, изделия народных промыслов – программа «Котой» разнообразна и интересна. Тему любви к родной земле подхватили и национально-культурное объединение. Участники фестиваля «Винок дружбы». Это тема бесконечная. Винок дружбы. Дружба народов, проживающих на территории Чувашской республики. Все народы живут дружно. Так как в Чуваше, наверное, нет такого места в России, где действительно всем спокойно, всем народам комфортно. Дело мастера боится. В столице республики в 13-й раз собрались мастера декоративно-прикладного искусства. Каждый год здесь появляются новые имена. Павел Ивашкин из Владимирской области давно работает в Богородской технике, но в Чебоксары приехал впервые. Это медведь, который к преподобному приходил. Это сам преподобный Сергий Радонежский. Но у нас монахи в Сергеем Посаде говорят, пока эту игрушку делают, Россию не победить. Все участники конкурса получили дипломы за сохранение и развитие народных традиций, уникальность авторских разработок и использование современных технологий. Главный приз вручил временно исполняющий обязанности главы республики Михаил Игнатьев. Лучшей работой стала покрывала чувашской невесты, выполненная мастерицей Лидии Степановой в чувашских традициях. Мы чтим и бережем это сокровище. И наша задача поднимать эту культуру, духовность, нравственность чувашского народа, переданное предками на другой уровень, чтобы в процессах глобализации все это богатство у нас не пропало. Столь же уважительно относится чувашский народ к традициям и культуре других народов. И лучшее подтверждение – фестиваль «Родники России», который проходит в нашей республике уже в 23-й раз. В этом году в фестивале приняли участие более тысячи самодетельных артистов. А сколько было зрителей, сочетать невозможно, ведь коллективы выступали на множестве площадок. Все делятся своей культурой, это объединяет все народы, всех людей. И ты чувствуешь, что Россия, вот мы все вместе, и это здорово. 24 июня на Красной площади наградили победителей 8-го международного фестиваля фейерверков. В этом году в конкурсе участвовали пять лучших команд – России, Белоруссии и Болгарии. Зрители болели, разумеется, за оперосна по Волжи, которая стала победителем конкурса. Именно ей выпала честь выступить в День республики с программой «Славься, Чуваши!». Редактор субтитров А.Семкин